Возродить, сохранить, приумножить. В Октябрьском районе, в Свято-Троицком подворье, открыта иконописная мастерская. Постоянный иконописец, всего один настоятель храма. Но раскрыть на полотне соборные черты святости стали приезжать паломники. В итоге иконы постепенно заполняют пространство Древней Церкви, которой долгие годы оставалось практически без убранства. Их увидела съемочная группа нашей телекомпании. Мы скопировали византийскую икону. И мастер, когда работал, она здесь, значит, левкасом подводила нимб. Об иконах Хигумен Алипий может говорить часами. Выпускник Духовной академии Троицко-Сергиевой Лавры сам 15 лет преподавал мастерство иконописи в Тобольске. Объездил всю страну, писал иконы на Афоне, в Иерусалиме. В 2015-м он стал настоятелем Свято-Троицкого архиерейского подворья, что в Октябрьском районе Югры. И тот час же взялся за кисть. Икону начинаем раскрывать с темных цветов, как вот в жизни духовной. От греха к добродетели, от мрака к свету, так и здесь. Свято-Троицкий храм возрождали несколько лет. Основные работы завершили в 2017-м. Но вот наполнение внутреннего убранства храма продолжается до сих пор. Отцу Алипию близка московская иконописная школа с ее легкостью фигур плавными линиями при написании ликов. В этой технике и пишутся духовные полотна. Предназначение иконы – помочь молящемуся, предстоящему перед иконой человека, оторваться от земной суеты, от этой суеты, которая поглощает и уводит вниз, вознестись на небо. То есть вот как раз мы выбрали вот этот ориентир иконы 15 века. В мастерской все чаще можно увидеть людей, желающих писать иконы под руководством настоятеля Свято-Троицкого подворья. Работают в тишине. Только если местный кот Мартыныч отвлечет на минутку. Нюансов при раскрытии иконы много. Тем более, что от старинных канонов здесь не отходят ни на шаг. Полотно так и злипы. Если краски, то только темперные. Приготовить которые – целое искусство. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести. Югуре. Октябрьский район.